У Алены Косторной новый дизайнер. Она соштет фигуристке новое платье в произвольной программе. Дизайнер Алена Куколычева рассказала о своем опыте сотрудничества с Аленой Косторной. Недавно она шила красное платье для показательного номера чемпионки Европы в образе Харли Квинн на пятом этапе Гран-при во Франции. Новое платье вызвало бурю восхищения от болельщиков. В отзывах фанаты даже просили Алену продолжить сотрудничество с дизайнером. В прошлом сезоне Куколычева работала с Александрой Трусовой. Зеленое платье в короткой программе тоже ее работа. Также дизайнер рассказала, что у нее в планах шить еще одно платье Косторной. На этот раз для соревнований. Изменить планируют костюм к произвольной программе под Билли Айлиш, а также о том, как создавалось платье в образе Харли Квинн. Знакомство Косторной и Кулычевой произошло в инстаграме. Косторная была подписана на Куколычеву, а дизайнер в свою очередь зашла в сториз подписчика и поставила лайк. Косторная же поставила лайк на реакцию. После этого Куколычева написала предложение на сотрудничество. Совпало то, что Косторной как раз нужен был наряд на показательный номер. Скажите, как выбирали цвет? Было такое мнение, что нежные Алене идут нежные цвета, а тут роковый красный, но при этом явно удачный выбор. Главным было выбрать правильный красный. Я выбирал на свой вкус, чтобы цвет был и свежий, и дерзкий, и взрослый. То есть не бабушки на бордо. На некоторых фотографиях Харли Квинн у платья достаточно темный оттенок красного. И я подумал, что если 18-летнюю девушку нарядить в такое платье, будет не очень. В темно-красном цвете наше платье смотрелось бы хуже. Еще я порадумал такой момент, что показательный номер всегда выступление в темноте с подсветкой. Опять-таки это не лучшие условия для темно-красного. Было бы слишком мрачно. Это все же спорт, не Голливуд и не красная дорожка. Слишком явная открытость не нужна. Я понимаю, девочки взрослеют, им хочется нарядиться, но чувство меры в данной ситуации тоже украшает. Но мы шутили в ателье. Слава богу, что Алене 18 лет. Никто не будет нас ругать за сексуальность. Кто там говорит в кино героини Харли Квинн? Секси. Не одуванчик точно. У нас получилось взрослое, но не вызывающее. Скажите, как Алена в работе? Да вообще идеальное. Сказала, что сошьете, то и здорово. Очень комфортно было работать. Я приезжал на каток трижды. Первый раз снять мерки, а потом два раза на примерку. Она такая креативная, у нее хороший вкус, как я понимаю. Я говорю ей, платье принцессное, достаточно получается. Ты видела фильм? Харли там ходит, убивает людей вообще-то. Надо что-то внести в него, чтобы оно было хулиганское. Давай его порвем посильнее, грязи какую-то добавим. Алена говорит, да-да, в главных вопросах Алена положилась на меня, поэтому работать было удобно. В том, что итоговый образ получился таким эффектным, ее большая заслуга. Мы обсуждали макияж и прическу. То нужно будет продумать все детали, но без конкретных рекомендаций с моей стороны. Обсуждали колготки, что скорее всего нужно черные и в сетку. Алена и колготки невероятные с люрексом подобрала. И макияж шикарно сделала. И волосы покрасила. Просто умница. Скажите, что насчет дальнейшего сотрудничества? Сейчас есть запрос поменять платье на произвольную программу, если мы успеем. Музыку Билли Айлиш и клип она мне скинула. Эскизы я нарисовала. Алена выбрала и собиралась показать Этер Георгиевне. Пока я не начинал над ним работать, потому что отмашки не было. 20 декабря вроде бы они должны улететь на чемпионат России. Поэтому платье должно быть готово к этому моменту. Я ничего не загадываю. Если на соревнованиях увидите новое, значит сшили. Для Алены Косторной идеальным вариантом было бы, конечно, вернуться к набору победного сезона 19-20. А точнее к трем тройным акселям на две программы. Однако в этом сезоне идеальных попыток тройного акселя мы не видели. Последний старт у Алены был почти три недели назад. Еще две недели остается до чемпионата России. С одной стороны, времени на полноценное возвращение коронного элемента достаточно. С другой стороны, не все так просто. Тройным акселям фигуристка борется с прошлого сезона. Поэтому два чистых тройных акселя на две программы будут уже большим успехом. Итого, возможные баллы Алены 244,72 с двумя тройными акселями и 247,45 с контентом сезона 19-20. Но приблизиться к этим баллам Косторной, пожалуй, будет сложнее всего. Потому что вернуть былую стабильность на коронном прыжке не так-то просто. И результаты на предыдущих стартах в текущем сезоне были далеки от таких высоких оценок. Поэтому в теории Алена может бороться с Аней, Сашей, Лизой и Майей на равных. Но для этого ей нужно сделать резкий скачок вперед. Насколько ей это удастся, узнаем совсем скоро. Евгения Медведева и Дания Милохин показали свой самый горячий номер на ледниковом периоде. Молодые звезды изображали танец на столе под блюз Эды Ширана. После проката Татьяна Тарасова заявила, что находится в невменяемом состоянии. Алексей Ягудин призвала официально назвать их номером 18+. А олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подчеркнула, что давно не видела Медведеву такой энергичной и благодарила Милохина за то, что тот вдохнул фигуристку новую жизнь. Медведева каталась в коротком и очень элегантном черном платье, а Милохин в классической белой рубашке и черных брюках. Сдержанный тон одежды лишь еще больше подчелкивал страсть плавающей внутри пары. Откровенный стиль номера подчеркивался и тщательно подобранными элементами. Например, Медведева закидывала одну ногу на бедро Милохину и отклонялась назад, а партнер подхватывал ее и двигался навстречу. Эта поддержка как нельзя лучше подходила к их образу. Я бы назвал эту программу 18+, заявил ведущий ледникового периода Алексей Ягудин, чем вызвал безудержное веселье на трибунах. Женя и Даня такие бунтари со своим собственным стилем, но самое главное, что они не упускают ни одной секунды во время танца. Чтобы не терять контакт с вами, уважаемые члены жюри, и чтобы вовлечь вас в этот танец. Какая прелесть! Тут же прокричала Тарасова, расплываясь в улыбке. Зал взорвался овациями. Я в восторге, трибуны снова зааплодировали. Я практически в невменяемом состоянии. Спрашивать подробностей Ягудин не стал и обратился к другим членам жюри, подняв новую тему. На прошлой неделе после проката Жени и Дани прозвучала фраза, что ребята все время выступают как-то по-детски, что Даня не меняется по ходу проекта. И что хочется увидеть чего-то страстного, взрослого. И вот ребята прислушались и выдали такой блюз. Это классная, невероятная программа, согласилась известный хореограф Алла Сигалова. Просто сумасшедшие ребята, с таким драйвом, кайфом все откатано. И конечно, с сексом у вас, ребятки, все в порядке. Мы за вас радуемся. А вот олимпийский чемпион Максим Траньков, напротив, призвал пару вернуться к их фирменному стилю непорочной юности. Я не хочу, чтобы Даня менялся. У него есть какая-то своя особенность. Мы называем это безбашенностью. Но на льду это совершенно по-другому работает. Это другая энергетика. И финал этого номера мне понравился гораздо больше. Что касается сцены на столе, то на нем уже и твоя супруга полежала. Обращается к Ягудину и говорит о его жене Татьяне Татмяниной. И кого только на этом столе уже не было, но именно то, как Даня это делает, настолько искренне заставляет меня завидовать ему. Такие номера Илья Вербух может поставить только избранным. И Даня избранный. Вместе с Женей, конечно же. Да, кому-то сложно сыграть определенный образ, и только после долгих тренировок он добивается успеха. А у Дани от природы все получается так легко, искренне и завораживающе, согласился Ягудин. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примкнул к той части судей, которая оказалась в восторге от откровенности молодой пары. Ну вы даете, конечно. Я прямо откинулся в кресле. Мне стало жарко, признался Костомаров, под шутливый свист зрителей. Очень стильно, вкусно, молодежно и технически сложно. Молодцы, огромное спасибо. Последней высказалась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее словам, она заметила большие изменения в Медведевой, которая буквально расцвела рядом с Милохиным. Я очень давно не видела Женю, в последний раз, когда я тебя видела лично. Женя, ты была такая уставшая. Никакой жизни в тебе не было. Было грустно, грустно. Где вы такую Женю встретили? Удивился Ягудин. Мы пили кофе, это было давно. Но сегодня это было что-то удивительное. То ли Даня тебе дает такие силы, то ли постановщики с их неуемной фантазией. Вы ведь показали просто фантазию этого человека, и она была необыкновенной. Подытожила Бестемьянова. Продолжение следует...